Весна! Какое прекрасное время года и какое тяжелое время для школьников, ведь им предстоит сделать трудный выбор, куда же поступить. Сегодня Тольяттинский госуниверситет дарит уникальную возможность познакомиться с вузом изнутри. Вы сможете узнать о множестве профессий, посетить огромное количество интерактивных площадок и выбрать то, что подходит именно для вас. 18 апреля Тольяттинский госуниверситет по традиции провел День абитуриента. Знакомство с вузом началось в сквере перед главным корпусом. Здесь расположились 10 интерактивных площадок, представляющих неучебную и студенческую деятельность. Организаторами стали Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов и многофункциональный культурный центр ТГУ. Школьники могли посетить демонстрацию модельного ряда автоваза, а также принять участие в исторических боях на шпагах и соревнованиях по армрестлингу. Молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на барабанах, познакомились с правилами игры в гольф и даже смогли узнать по картам Таро свои будущие результаты на ЕГЭ. И, конечно, для дополнительного заряда бодрости для гостей университета провели танцевальный флешмоб. Для тех, кто больше увлечен точными науками, свои двери открыла новая лекционная аудитория в Институте химии и энергетики. Это первая экскурсия для абитуриентов в этом обновленном помещении. Здесь для будущих химиков со всего города доцент Центра медицинской химии Тольяттинского госуниверситета Сергей Соков провел лекцию «Вызовы современной химии». Основной темой лекции был рассказ об актуальности профессии в нашем городе и стране. Помимо этого Сергей Соков подсказал школьникам, на что нужно обратить внимание при подготовке к ЕГЭ по химии. А также он познакомил абитуриентов с направлениями подготовки и особенностями поступления в ТГУ в этом году. Химия – это проволшебство. Поэтому после лекции школьникам предложили пройти в прилегающий холл, чтобы принять участие в химических опытах. Преподаватели Института химии и энергетики провели вместе со старшеклассниками эксперименты с щелочью, лимонной кислотой, хлоридом железа и калием. А самым зажигательным опытом стало огненное шоу, где при помощи особого мыльного раствора школьники смогли подержать огонь на ладони. Все эксперименты проводили, соблюдая технику безопасности. По сторонним «В» сегодня вход разрешен. Новый инновационный технологический парк встречает абитуриентов. Для старшеклассников студенты Института машиностроения ТГУ провели экскурсию по новой лаборатории передовой инженерной школы гибридной и комбинированной технологии. Кстати, это было первое посещение абитуриентами новенького с иголочки технопарка ТГУ. Сотрудники и руководители лаборатории рассказали о направлениях работы технопарка и продемонстрировали результаты своей работы. Можно было потрогать все экспонаты выставки руками и, конечно, сфотографироваться в машинах, разработанных и созданных студентами университета. Затем для ребят мастер-класс по машиностроению провел замдиректора корпоративного университета группы «Автоваз» Артем Манюхин. Будущие абитуриенты смогли узнать о востребованности специалистов, перспективах работы на предприятии и возможностях трудоустройства. А еще поучаствовать в викторине, где потребовались знания об истории создания автомобилей «Лада». Директор Института машиностроения ТГУ Александр Селиванов рассказал об инженерных специальностях, которые можно приобрести в ТГУ. Главный корпус Тольяттинского государственного университета – это точка притяжения всего дня абитуриента. Здесь вам придется постараться, чтобы охватить все – площадки, интерактивы, узнать о всех институтах ТГУ и профессиях, которым обучают наших студентов. Институты ТГУ и индустриальные партнеры ВУЗа организовали более 19 интерактивных площадок, чего там только не предлагали. Абитуриентам объясняли, как оказывать первую помощь при несчастном случае, учили правильно надевать противогаз, показывали, как правильно брать отпечатки пальцев, отправляли в виртуальные реальности, знакомились с технологиями переработки резины, тканей и пластмассовых бутылок. Ребята могли познакомиться со специальностями в области инженерии и электроники, информационных технологий, химии, психологии, дизайна и других областях. А еще у всех гостей Дня открытых дверей была возможность поучаствовать в лотерее. В конце мероприятия ведущие рандомно вытягивали номерки и вызывали победителей на сцену для получения корпоративных сувениров ВУЗа. Ежегодный день открытых дверей Тольяттинского госуниверситета подарил школьникам и студентам колледжа возможность почувствовать себя частью учебной и внеучебной деятельности университета. И сделать свой, такой непростой, но такой важный выбор.